Итак, всем привет, с вами Допгай, мы продолжаем играть за левый гаминдань, Кайзер Райх, и Япония верлобно на нас напала, думает она, что сможет нас победить, но есть нюанс, японская экономика примерно раза два меньше нашей, и японская армия, ну, около нашей, но по качеству, конечно же, не сравнится с великой китайской национальной революционной армией, но вы обязательно подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны, а мы продолжаем освобождать Китай от иностранных захватчиков, поехали. И теперь наш президент фоткается в, так сказать, военных одеждах, чтобы поддержку побольше получить. Звучит забавно, но, допустим, так говорят, что он с военными не очень-то и дружит, но теперь, да, он, видите, одет военная, и у него есть экстренная власть, то есть ему дают больше, правда, больше возможностей во время войны, как будто он до этого еще не был, не занимал сразу два поста в правительстве, но ладно. А вот японцев, став, мы выбили, здесь японцев нигде и нету, остается лишь что добить, вот здесь вот поставить дивизии на границе и пропушить. Помните, мы не смогли освободить, к сожалению, Индокитай поможет добровольцами, но теперь освободим его со своей собственной армией, и, конечно же, я думаю, сделаем там национальное правительство. Я все-таки сделаю нама Казбеля, чтобы освободить свои две армии, иначе неприятно держать там столько. Нам еще хотят немцы дать оружие, ну давайте, мы, конечно, потом тоже у вас отожмем тут что-нибудь лишнее, так сказать, освободим все ваши здесь колонии, но можете давать. И, кстати говоря, что французы здесь проигрывают и проигрывают жестко, я не думаю, что я могу сильно помочь. Россия только еще тоже напала, поэтому, ну, в Германии должно быть не все так просто, но здесь кончаются просто люди, поэтому я даже не вижу смысла давать особо винтовки им, потому что без людей какая разница, сколько у них винтовок. Ну и у нас, смотрите-ка, убийство какого-то политиковидного, ну и, конечно, мы идем по классике вот сюда, и начинаем уже освобождать их до Китая, пока что начинаем с просто окружений этих вот японско-что-то филипинских войск. Филипинцы бедные, поверили в японские обещания, и, к сожалению, воюют на их стороне, но мы их освободим и покажем им, что они были неправы. Кстати говоря, продолжаем индустриализацию, но, видите, нас японцы остановили, скажем так, но мы можем здесь вот, видите, вложиться в алюминии и в синтетику, это очень хорошо, я потом, наверное, раскачаю себе еще и синтетику, потому что это, собственно, резина и собственное топливо, это, конечно, очень хорошо. Появляется объединенный китайский фронт, но только мне не интересно, кстати говоря, японцы высадились, потому что у меня вот эта провинция не стояла, ну, не понимаете, кто придумал здесь эти провинции делать отдельными, отдельное котел, как говорится, ну вот, там не стояло гарнизоны, вообще надо попеределать гарнизоны и вручную их расставить, потому что они отвратительно стоят, в любом случае. Проблем особо с этим нет, мы сейчас их подаем здесь, и потом займемся макликой, которые вступили в союз с этими ребятами, что нам только выгодно, потому что мы и тех, и тех съедим одновременно. И реорганизовали мы здесь немножко наши поиска, чтобы они не были на гарнизонах, просто сейчас методично здесь пробьем, а здесь тоже, я думаю, без особых проблем пробьем. Здесь они высадились вот в этой позиции, мы что с ними правильно сделаем, тоже пробьем и уничтожим. Покажем японцам, что пытаться к нам высадиться, это очень глупая идея. Они наделали дивизии, потому что они не воевали все это время, а они стартуют с неплохим количеством военных заводов. Вот у них и было тонное снаряжение, но эти дивизии, я не думаю, что они смогут поддерживать достаточно долго. Очень скоро на таких высках они потеряют, я думаю, все. Ой, нам тут говорят, что кто-то забывает, что мы именно китайская национальная партия, интернационал, это конечно, интернационал, но Китай первый, и, конечно же, Китай первый. Однозначно, мы не будем с этим спорить. И да, здесь погибает неплохая такая армия, я бы сказал, японская. Тут можно сказать, что только, увы, и добиваем мы вот эту высадку, но ведь японцы высадились в еще одном месте. И действительно очень много дивизий именно сейчас, но мы их очень активно сокращаем, скоро такие высадки закончатся. И потом мы, я думаю, заново сделаем стену, так сказать, которая только не падет, потому что я сам вручную расставлю дивизии, а не буду вот этим вот, вот этот гарнизон, он отвратительно, туда-сюда дивизии вводит, из-за чего у нас и произошли вот эти вот проблемы, из-за чего и началось все это, хотя я технически так к этому готовился, но я по классике опять забыл, что эта фигня не работает, ну и приходится нам вручную всем этим заниматься сейчас. Ну, ничего, по факту то, что мы их запустим внутрь, только минус для них, потому что они на этом теряют людей, теряют их быстро. Я думаю, мы, знаете, что немножко изменим наш план, пойдем побыстрее, закапнем, наверное, вот здесь вот всех ребят, чтобы отсюда брать армию, я все еще не хочу нападать на маклику, пока у нас эти высадки. Давайте по этому армию сюда, эту армию, соответственно, чуть-чуть вот так подвинем на север, чтобы у нас дивизии были там и там, и просто нажмем галочки и уничтожим там понтянь. И да, я думаю, я уже нажимаю галочку, то эти ребята, как на получаю торгу, тоже начнут наступление, нормально. Здесь же мы добьем, наконец, японские войска и перебросим сюда силы. И теперь вопросы про церкви, церкви нет. Церковь и вы. И Фентян капнул. Прекрасно, сейчас добьем Корею. И с этого фронта две армии пойдут, я думаю, на маклику. Пойдем добьением Китай. Переносим столицу в... Получается, Джинлинг, в Нанкин. Окей, здесь почти что добили мы эту высадку, это вторжение. У них уже портов не осталось, так что сейчас... Ну ладно, здесь вот еще есть. Но технически, да, сейчас мы его добьем. Здесь пока что ситуация такая, ну, норм. Но не более того. Как бы хотелось бы, конечно, получше, но... Ну и выбиваем. Японцы теряют просто гигантские какие-то куски своей армии. Поэтому, я думаю, скоро они где-то кончатся. Ну и Франция здесь пока что держится, но тяжело. Ну и у нас нет ресурсов им отправить. Но здесь, как видите, все очень-очень плотненько. Авиация вообще уже перестала производиться практически. Теперь, кстати говоря, снабжение с Францией настолько по морю, что грустно. Ну, будем снабжать Россию, потому что Россия тоже воюет с Германией. А нам нужно бустить, конечно же, именно противников Германии. И вот здесь вот две армии освободились. Давайте все же пойдем и заберем все Маклику, потому что чем раньше мы заберем, тем быстрее мы ее потом интегрируем. Соответственно, я думаю, было бы неплохо их и съесть побыстрее. И тут мы уже неплохо так проходим по фокусам. Скоро будут бафы у нас на авиацию. Тут еще и будет концерн, который бафнет авиацию. Так что здесь прям солидно. Тут куча бафов на эффективность. Бафы еще 5% на скидку именно самолетов. Это все очень хорошо. Поэтому, конечно же, мы спешим это все получить. И как только я подвел армию, они такие, может, все-таки хотите вступить? Вы же ведете армию, чтобы мы совместно получились? Нет. Увы, нет. Тогда за них никто не зайдет. Им там линд-лис отправляться. Все говоря, мы еще их снаряжение получим, скорее всего. И время объединять Китай. Мы вполне себе можем воевать и там, и там одновременно. А вот и у нас здесь армия освобождается. Прекрасно. Кстати говоря, флот у нас почему-то стоит. Нет, флот стой внутри, в порту. Здесь мы всех добили. Прелись. Здесь мы тоже добиваем огромное количество дивизий. Так, там, да, там еще. Ну, очевидно, что вторая сторона тоже объявит нам войну. И да, здесь мы, я думаю, без проблем разберемся с ними. Нужно только подумать, куда мы хотим эту армию. Потому что особо все кончается. Ну и ладно, я уже оставлю их гарнизонами. Надеюсь, они в этот раз смогут нормально стать по провинциям. И меня не затроллит Япония. Надеюсь, нет. И вот в подвыске, ну нет, в этот раз мы, слава богу, на месте. Конечно, боеспособность не самая лучшая. Это из-за того, что я подобавлял всякое ПТО, ПВО. И прочие страшные названия в нашей дивизии. Поэтому, видите, да. Нас немножко задушили. Но хотя бы мы в этот раз могли на это среагировать. Хоть и... Да, наша армия немножко все еще занята в разных частях света. В разных частях Китая, конечно же. И из-за этого все произошло не так прекрасно. Но ничего, мы зато сейчас, я думаю, вот так вот среагируем вовремя. И вся армия будет вовремя здесь. Вот мы клика и капитулировала. Это прекрасно. Займемся мы теперь сразу вот этой вот кликой. И на этом Китай будет реально объединен. Ну здесь мы, конечно же, японцев выбили. Вот это просто. Опа-на. Объявление. Революция продолжается. И у нас теперь... Ага. Это единство в партии, либо за крестьяна и рабочих. Конечно же, крестьяна и рабочих. Японцы добили мы высадку вот здесь вот. Все. Высадок больше нету. Но мы теперь занимаемся только обороной наших территорий. Вот она, попытка выстки в Корее. Но в этот раз нет. Это уже невозможно. Единственное, мои войска некоторые тренировались. Из-за этого чуть-чуть все стало посмешнее. Но по ощущениям я все еще здесь смогу все задефать. Самое главное, что если они порт не возьмут, то ничего у них и не будет. И порт они не взяли. Прекрасно теперь только подбивать вот эти вот выстки кое-как. Я думаю, потихоньку сможем сейчас. Ой, Япония через два месяца захочет мира. Ну, посмотрим. И не успела еще эта выстка быть убитой. Хотя, в принципе, ну, практически успела. Как они пытаются еще одну выстку сделать. Ну, опять-таки, удача. Это не пройдет. У нас там уже здесь еще и ребята тренировались рядом. Потому что они немножко опыта потеряли. За время боев я их восстанавливал. Давайте они как раз-таки займутся этими выстками. Говорят, единый фронт увеличить, да? Нам они вообще не нужны. Абсолютно. Абсолютно не нужно встретить. Вот куда-то можно туда-сюда. Мы сейчас их добьем, этот единый фронт. В нашей стране его нет. Единственное, конечно, вот это нереально будет влево подвигать. Ну, что уж поделать. Ну, что? Они говорят, что они готовы отступить. Оставят нам много территорий, но не оставят нам Тайвань. И я думаю, мы согласимся пока что. Мы обязательно еще вернем Тайвань. Только чуть-чуть попозже. А пока что мы должны добить их вот здесь. И добить их высадку наглую. Которую они, наверное, и пытаются спасти этим договором. Но мы должны ее добивать жестко и прямо сейчас, как говорится. Так, федералистские. Не-не-не, ребята, это... Централизм, централизм, да? Или что это? Можно себя погласить, ребят. А тоталистов? Или смотрите, или можно консолидировать? И это пустит... Допустим. И правые. Они настоящие патриоты. Либо мы не такие. Вывернутся им, прям как в меме. Блин. Вообще, наверное, лучше нет, чем да. Так что нет. Там еще какая-то быстро идет. Но нам бы это добиться, на самом деле. Но мы не успеем уже, наверное. Да, мы не успели. Конец. Перемирие на два года. Теперь самый главный вопрос, что станет скорее. Ага. То есть мы вот этих мерим. И можем еще даже... Эти территории попробовать отобрать. И, наверное, сможем, я думаю. Хотя нет, не сможем. 7600? Почему? Ну ладно. Мы можем забрать флот, кстати говоря. Это мы заберем обязательно. Но у этих всех, видите, видимо, мы не должны быть в состоянии здесь ничего сделать. Так и быть. Но хотя бы мы забрали одну провинцию вот здесь вот. Но то, что мы не забрали вот эту территорию, конечно, звучит странновато. Да то у нас теперь есть время консолидировать наши силы, тренировать нашу авиацию, восстановить нашу армию заново. В какой раз, но не в первый, может, и не в последний. И сделать что-то с флотом. Мы получили какой-то флот. На самом деле неплохой. Я бы сказал, учитывая, что до этого вообще не было флота, это хороший флот. Но да, прям флота достойного победы над японцами, это еще далеко. Но мы работаем над этим. Насталось только у нас с этими ребятами, но мы сейчас добьем их. Здесь альянс пропал, поэтому мы можем уже этих интегрировать. И я думаю, надо будет вот это сделать, но мы пока что войне, да, скоро сделаем. И вот, скорее, конечно же, освобождаем ребят. Единственное, мы их освободили не тоталистами. Это немножко, мне кажется, может что-то испортить. Да. Хотя как будто нет, здесь есть социалисты. А есть левт КМТ. Но это, наверное, мы, типа. А мы теперь можем продолжить частично нашу индустриализацию. Давайте так и сделаем. А, ну это, видите, в новых территориях. У нас как раз в политке немало. Поинвестируем, получаем цифки, получаем ЖД, получаем милки. Прелесть. Ну и тут видно, что Франция вряд ли долго продержится, хотя она еще держит Париж. Если там есть люди, то я бы дал им снаряжение, но людей там нету, к сожалению. Давайте дадим снаряжение сюда. Ладно, у нас его нету. У нас его нету. Но когда появится, мы будем обязательно им помогать. Я уверен в этом. Лига гражданских прав. Конечно, специальные методы покажут, что она очень важна. И, наконец-таки, мы добили последнюю клику. Это заняло некоторое время, действительно. Еще Монголия с ними параллельно воевала. Монголии мы займемся, я думаю, вот буквально следующее. Ее тоже стоит восстановить. Ну и, конечно, немножко надо будет над тебе там поработать. Судьба, конечно, обратно в Китай. Однозначно. Демолизация нам говорят сделать, но нет. Нам вот что нужно. Объявить объединение Китая. Давайте сделаем это. Белое солнце поднимается. И еще один конгресс нас ожидает. Вот, минус стабильность. Еще если у нас будет война, то у нас будет еще дополнительная минус стабильность. И политика. И у нас это геймфокус появляется. Еще мы сможем хунань интегрировать. Прекрасно. Тоже, поехали. Третий конгресс. 105 дней он займет. Говорят, здесь жд не соединено. Я думаю, это надо исправить. Входим, откуда жд это лучше пускать. Вот где-то, наверное, вот отсюда. И запускаем. Надо построить обязательно. И мы захватили эти территории. Но у нас проблема их контролирует. Все огромные пустыни. И мы отправим, конечно же, генерала. Чтобы генерал там совсем разобрался. Я думаю, это абсолютно нормальное решение. Верно? И начинаем третий финальный конгресс. Убирается вот это вот. И мы хотим замедлить нашу скорость. Не знаю почему. Ну, допустим. Допустим. Теперь судьба у нас решается. Китая. Но мы решим ее, я думаю, в следующей серии. Как и, я думаю, со всеми вот этими территориями. Как и вообще со освобождением Азии. И помощью интернационала. Все это нас ждет потом. Ну, с вами был TopGay. Обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайк, комментарий, движок, распусти. Все в описании. До скорых встреч. Всем пока.